Здравствуйте! В эфире программа «Эксперт Плюс» и я ее ведущий, общественный деятель, руководитель Ассоциации «Опора» Святослав Данилов. Сегодня в студии «Город Плюс» мы поговорим о центрах добрососедства и о том, кого они объединяют. И у нас в гостях Вероника Сединина, куратор центра добрососедства «Дом». Вероника, здравствуйте! Добрый день! Расскажите, что такое центр добрососедства, для чего он нужен и кого объединяет? Ну, «Дом» — это прежде всего пространство для горожан, для местных сообществ и благотворительных организаций. Мы объединяем людей, которые неравнодушны к городу, друг к другу и хотят этим делиться. Вот. Это какая-то история локальная, да, исключительно, либо такие центры по всему городу размещаются? Мы первые в Санкт-Петербурге, открылись на Петроградской стороне. Изначально это был подростково-молодежный клуб, который силами сектора по молодежной политике Петроградского района превратился в центр добрососедства «Дом». Работаем мы уже год, и за этот год увидели, что, да, действительно, гражданам необходим этот дом, необходимо место, где они могли бы собираться вместе, реализовывать какие-то свои идеи. И мы очень надеемся, мы готовы передавать опыт, мы очень надеемся, что и другие районы подтянутся, и другие города подтянутся, и, может быть, даже страны, потому что уже у нас были гости из других регионов России, из других стран, которые хотят принимать наш опыт, хотят делать нечто подобное в своих городах и странах. То есть некая социальная франшиза уже, да, вырастает? Примерно так. Вы работаете год, правильно я вас нашел, да? В ноябре будет год, да. Совсем молодые, ничего себе. Ну давайте о направлениях тогда, чем конкретно вы занимаетесь, что делаете? Да, центр добрососедства дом – это пространство не очень большое, 250 квадратных метров. Мы находимся на Мончегорской 10Б, у нас 4 зала, и это залы многофункциональные. Они по базовому принципу пустые, и наполняем мы их вместе с теми людьми, которые к нам приходят. Мы наполняем эти пространства оборудованием, техникой под те события, которые необходимы горожанам. У нас есть несколько направлений. Первое направление – это, конечно, поддержка ресурсная, поддержка организационная, поддержка местных сообществ, городских сообществ. И их у нас уже более 50 постоянных, которые на постоянной основе проводят у нас различные свои события, вместе с нами организуют какие-то мероприятия. Второе направление – это создание таких сообществ. Их сейчас достаточно много в Петербурге, но все равно есть запрос на то, чтобы формироваться еще каким-либо другим, объединяться с жителем вместе, и мы помогаем и с этим направлением. И третье направление – это включение горожан, всех желающих, в благотворительные проекты, в совместную организацию каких-либо фестивалей или социальных проектов, потому что горожанам хочется реализовываться, но они не знают, как. И дом – это место как раз такая точка входа, где они могут вообще понять, что такое благотворительность, что такое совместная деятельность, и как в это включиться. Вот вы, кстати, сказали про фестивали, у нас есть ролик, давайте посмотрим, как ваши фестивали проходят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Расскажите, пожалуйста, что за фестиваль, чему был посвящен? Да, фестиваль – это один из наших фестивалей летних, который мы проводим. Ну, в принципе, Петроградский район проводил уже на протяжении нескольких лет. Это такой новый фестиваль, который зародился только в этом году, после того, как мы, собственно, познакомились, стали дружить очень плотно с фондом «Добрый город Петербург». И у нас вместе с фондом и местным сообществом молодых мам, офис мам, родилась идея создать такой фестиваль, фестиваль обмена, шеринга для всех жителей, да, и сделать это усилиями как раз молодых мам, у которых очень много энергии, и они хотят, да, каким-то образом реализоваться и помочь городу. Мы написали вместе с «Добрым городом Петербургом» заявку на грант президента, и, собственно, выиграли этот грант, и теперь у нас есть даже, спасибо большое, целое направление, связанное с поддержкой молодых мам в декрете, которые хотят реализовываться. И вот этот фестиваль прошел впервые в августе этого года, и мы так зарядились этим фестивалем, что надеемся, он станет регулярным и будет проходить каждый год, потому что люди действительно, они готовы меняться, готовы обмениваться как знаниями, опытом, так и вещами. И это здорово, что у горожан есть такая потребность, и мы можем вместе с ними ее реализовать. И этот фестиваль, он действительно про горожан, про то, что они сами делают для себя и друг для друга. Это здорово, когда мы выступаем не организатором, который приходит и делает что-то для людей, а люди стоят и смотрят на это и никак не вовлечены. А это с самого начала уже даже с идеей фестиваля, когда люди включены, горожане включены, и они и понимают, зачем это, и сразу ты понимаешь, что этот фестиваль действительно нужен, он будет жить. Я понял. Ну, давайте поговорим немножко про соседей. Не так давно еще люди у нас друг к другу довольно-таки настороженно относились. Можно было применить такой поговорок, как «Моя хата с краю». Люди не хотели участвовать в жизни двора, в жизни района. Сегодня эта тенденция еще сохраняется, либо уже как-то по-другому мы начали друг к другу относиться? Ну, тенденция на самом деле она и есть сейчас такая, что все-таки мы живем в большом городе, и есть какая-то настороженность к тем людям, которые живут рядом с тобой, ты их не знаешь, и есть какой-то барьер. Но наш центр, он и создавался для того, чтобы этот барьер убрать, чтобы люди видели друг друга, чтобы они знакомились и начинали общаться на какой-то безопасной территории, безопасной площадке, и в дальнейшем реализовывались уже совместно, объединялись по каким-то интересам. Для нас соседи — это не только те люди, которые живут с нами в одном доме или в соседних домах. Для нас соседи — это те люди, у которых с нами одни ценности, одни интересы, и мы с ними вместе можем что-то реализовывать и делать. И поэтому такая рамка соседей, как в изначальном его понимании, что это вот только тот, кто прям со мной на одной территории живет, она теперь стирается, ее нет, и соседи, соседи по Петербургу, соседи по стране, соседи по планете, потому что к нам приезжают, как я уже говорила, и люди из других стран. Поэтому, да, соседи современные, они разные, но здорово, что есть такая потребность у людей, у них есть потребность объединяться. Одиночество в большом городе — это очень большая проблема, и необходимо пространство, где люди могли бы видеть друг друга вживую и становиться соседями не только в виртуальном пространстве, но и в реальном. Хорошо, а локальные сообщества? Вот у вас в районе их много, и в селе они к вам приходят. Да. Локальные сообщества — еще одна интересная тема. И, как я сказала, сейчас мы живем в эпоху интернета, да, глобальная мировая сеть нас захватывает, и здорово у людей появляется возможность общаться с теми людьми, которые им близки по духу. И локальные сообщества, они становятся тоже, да, разрастаются и становятся большими, не только местными. Их много, они разные совершенно в Петербурге. И могу сказать на примере нашего центра, кто у нас есть. У нас есть совершенно различные сообщества, начиная от вольных коллажистов, ленивых художников, любителей декоративных крыс, например, здесь уже есть такое сообщество, и заканчивая, конечно же, большими какими-то сообществами волонтеров, например, фонда Адвита или перспективы фонда. То есть это совершенно разные категории, и примерно они делятся поровну, да, такие формальные сообщества, которые при, скажем так, благотворительных организациях существуют, и неформальные сообщества, где люди сами объединились, и вот им здорово друг с другом общаться, они к нам приходят. Поэтому, да, сообществ много, они разные, в районе у нас тоже много сообществ. Понятно, что большинство сообществ, которые к нам приходят, живут люди в этих сообществах где-то рядом, в Петроградском районе, потому что территориально близко. Но мы, в принципе, не ограничиваем никого, у нас нет такой повестки, что должны приходить только люди из Петроградского района, а другие к нам приходить не могут. Нет, мы открыты, потому что понимаем, что людям, которые живут в нашем районе, Интересно общаться совершенно разными людьми. Поэтому, например, даже такая категория, как мамочки в декрете, которым, казалось бы, они, по сути, маломобильны, они не могут уехать куда-то далеко от своего места, где они живут. Они приходят к нам в дом, и мы увидим, что кроме мамочек Петроградского района, к нам приезжают мамочки, например, даже из Комендантского проспекта. И они все дружат, они общаются, у них есть общие темы, и вот даже они делают такие фестивали классные, как мы с вами посмотрели. Хорошо, давайте расскажем соседям Петроградского района не только, что ждет их в ноябре. Ну, в ноябре самое главное, что их ждет, это год нашему центру. Собственно, мы готовим череду мероприятий, классных событий, в которых каждый может присоединиться как к созданию, так же и как к участию. У нас есть очень такое теплое мероприятие, которое состоялось впервые в прошлом году, называется «Домашний Новый год», где мы совместно с соседями, с любыми желающими готовим общий стол, вместе мастерим какие-то вещи к Новому году, знакомимся, общаемся. Это очень теплое событие, приглашаю всех. Еще, помимо этого, у нас состоится неформальный молодежный форум. Мы будем говорить про те темы, которые, ну, не обсуждаются по тем или иным причинам в городе. Называться будет форум «О чем молчит большой город». Мы обсудим различные темы совместно с нашими резидентами дома, с благотворительными организациями будем создавать этот форум. И тоже на них всех приглашаю на него. В любом случае, все это есть на сайте, в социальных сетях. Анонсы можно посмотреть и поучаствовать. У меня для вас коротеньких три вопроса. Блиц с короткими ответами. Где предпочтите жить? В городе или в области? В городе. Многоквартирный или частный дом? Скорее, частный. Частный. Сушки или пряники? Вафли. Мы часто готовим в доме вафли. Приходите к нам на вафли. Какая-то такая соседская тема. Хорошо, спасибо, Вероника, большое, что пришли к нам сегодня. Спасибо вам. Нашим зрителям города Плюс я напомню, что в студии была Вероника Сединина, куратор Центра Добрососедства Дома. И сегодня мы поговорили о современных соседях и центрах, которые их объединяют. Спасибо, что нас смотрите. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова